Приветствую вас. Вы знаете, не каждый день к нам обращаются так, как вы, дорогие эксперты, и так далее. Если честно, то приятно. Очень спасибо за ласковые слова. Значит, ну, первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что вот один из хороших способов, значит, как-то вот переступить через себя является, значит, собственно, прямое воздействие. То есть, а кто вам, собственно, мешает на Музе наорать? Ну, хочется на него наорать и наорите. Хочется ему сказать пару ласковых слов, как говорится. Скажите, почему вы хотите в себе это подавить? Зачем вы хотите в себе это подавить? Не очень вот данный аспект мне понятен. Вот, лично мне. Не очень. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, что... У вас есть обида. Обида... Достаточно серьезная измена. И эмоции ваши, они связаны с тем, что вы не понимаете. Вы не понимаете, почему человек вам изменил. То есть, вы делали для него все. Если я вас правильно понял. Вы старались быть для него всем. Старались быть для него единственной, да? Вы старались быть для него именно такой идеальной женщиной. А он взял и вам изменил. Ну, ничего удивительного, что у вас теперь обида на него. Явление здесь, надо сказать, вполне нормально. Ожидаемо. Естественно. И так, это первое. Первое. Накричать. Хотите накричать? Накричите, и не очень понятно, собственно говоря, что вам не дает это сделать. Какие зажимы внутренние. Второй аспект заключается в том, что вы воспринимаете измену как, ну, наверное, как предательство. то есть, вот, ваш муж предал вас тем, что изменил. Давайте подумаем. Подумаем. С вами вот о чем. А является ли его поведение по факту предательства? Является ли его поведение по факту опять, опять же по факту чем-то негативным именно по отношению к вам. По факту. вот если он вам изменил, например, как вы говорите, если он вам изменил и раскаивается при этом, то это да. Это, безусловно, предательство, это, безусловно, обида, это, безусловно, боль. А если человек изменил вам и не раскаивается в этом, что тогда? Тогда получается, что для него это было просто определенной моделью поведения. да, это была неприятная модель поведения, безусловно, но модель поведения. Это было просто поведение человека, направленное, нацеленное на в первую очередь свои интересы. И все. И уже вы не замечали этого, того, что у человека есть свои интересы. И тогда это не его ответственность. Это не его ответственность и не его ошибка. Это ваша ответственность. вы не заметили, вы не увидели. Понимаете? И тогда получается, что измены то никакой не было, потому что изменить вам, то есть предать вас, мог только тот человек, который вами дорожил. Если же человек изменил и не раскаивается, он вам объективно не дорожит, а значит, это не тот человек, которого вы себе представляли. Тот человек, которого вы себе представляли, никогда бы вам не изменили. А значит, вы ну, своего рода обманывали себя. Вы своего рода идеализировали мужчину. такое бывает. Такое случается. Идеализация. Правда, у идеализации есть мотивы всегда. но про мотивы мы скажем немного позже. А пока так. Как вы воспринимаете измен? Это вот очень важный аспект. Восприятие измены, понимание измены, восприятие предательства как такового и так далее. То есть вот об этом вам нужно подумать обязательно. Далее. Следующий момент. Это момент такой, что вы не можете человеком спокойно разговаривать, а вам хочется на него наораться. это связано с тем, что в результате его действий, в результате его измены вам, вы стали думать о себе немножко по-другому. Вы стали думать о себе немножко иначе. Вы стали думать о себе может быть хуже, может быть как-то ваша самоценка ухудшилась и так далее. и это нормально. Но это нормально только в том случае, если вы проецируете его измеры на себя. То есть вы считаете, вы считаете по какой-то причине, что человек изменил вам из-за вас. Вы виноваты в том, что он вам изменил. И не допускаете того факта, что может быть дело это совсем и не вас. Может быть дело это в нем. полн. И когда вы ни при чем. Нужно, чтобы вы проанализировали свое состояние, как вы чувствуете себя после измены. Как воспринимаете себя. Не упала ли, например, ли вас самооценка? Не упала ли ваше самолюбие? И так далее. Если упала, то почему? Понимаете? То есть обидно вашим амузе это реакция чисто ваша личностная. Кстати говоря, а почему он вообще вам изменил? Вот это вопрос, который на самом деле нужно было задать раньше, наверное, сразу. Но так получилось, что я задам его сейчас только. А почему ваш мусе вообще вам изменил? Знаете ли вы причины, по которым он вам изменил? Известны ли они вам эти причины? и так далее. Вот у вас был какой-то конфликт между вами. И тогда вам обидно из-за того, как мужчина этот конфликт разрешил. Вот конфликт был, а он его разрешил изменить. Но это же по-вашему мнению неправильно. Но не только по-вашему мнению. То есть конфликт тоже нужно, ну, надо бы разобрать тогда, если есть он, этот конфликт, и причины измены постараться найти. Это очень необходимо здесь. Вот так вот разбирая вот эти вот все моменты и будет выяснено, будет понятно, почему же вы хотите на мужа своего наора. Ну и помните, пожалуйста, что ничего плохого в том, что вы наорете на него нет. Как бы он в этой ситуации, на мой взгляд, вполне себе заслужил. Заслужил то, что вы на него наорете. Но только на того ли вы человека орете? Ведь вы орете на того, кого может быть и нет. Вы орете на того, кого может быть и не существовало. А был этот человек только в вашем воображении. Если так, то стоит подумать на того ли вы орете. Может вас имеет смысл на себя как следует прикрикнуть, чтобы вы видели реальных людей, а не иллюзий. Или чтобы вы замечтали, например, потребности человека, его желания, понимаете, его стремления и так даже. И измен не будет тогда вам. Но не пытайтесь брать ответственность за измену полностью на себе. И не думайте, пожалуйста, что орх ищит ваши проблемы полностью. Измена никогда не бывает просто так. И ответственность за нее хотя бы в половину несете вы. И с этим нужно распираться. Если вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. желаю вам всего самого доброго. Удачи!